Здравствуйте дорогие друзья! Я хочу представить вам краткий обзор пуль сербской компании Первый Партизан, пули в калибре 10 миллиметров, 401 диаметр, вес 170 грейн, 11 грамм, FPG маркировка. Пули выпускаются, ну у меня они в коробочке здесь насыпаны, потому что если я вам покажу, в чём они выпускаются в таких пакетах, сейчас говорят индивидуальные упаковки в этом калибре должны появиться, но пока вот так вот и работаем. Пули предназначены для практической стрельбы, практической стрельбы и охоты. Вот так у нас выглядит, ну классическая оболочка, да, то есть открытая донная часть, усечённый конус ТСК. Подойдёт опять-таки для калибров 10-25, это 10 миллиметров авто, 40-ой Смит-Вессон. Вот, это пистолетные калибры, да, и даже такой экзотичный калибр, как 38-40 Винчестер, который изначально у нас был винтовочный, да, а потом стал популярен как револьверный. То есть, в принципе, калибр у нас сертифицирован, 40-ой калибр в нашей стране, опять-таки, в отличии от 9х19, распространён для охоты довольно-таки, с моей точки зрения, вяло, хотя по характеристикам, да, 40-ой, ну, десятка, грубо говоря, да, она намного лучше, чем 9х19 и мне более симпатична именно для охотничьего применения. Опять-таки, можно было бы производителю сделать какую-то модификацию той же Сайги, да, под патрону 10 миллиметров авто. Тем более, что он у нас сертифицирован в России. Где-то я читал, что ИШ-18 у нас производился когда-то в этом калибре 40-ом, но что-то как-то я вот ни у кого не видел, где-то я читал или кто-то говорил, то есть это я сейчас уже не припомню, потому что у меня ИШ-18, по-моему, вообще переломка, да, он как-то у меня вот с этим ассоциируется. Но иномарок в России вот в калибре этом, они имеют место быть на руках, да, то есть это опять-таки и Берета Шторм, вот, и Таурус, ну, Берета ЦХ-4, конечно, да, вот, и Таурус СТ-40, Джефф-2, да, то есть, в принципе, для охоты, да, эти карабины, они используются. Вот, эту пулю ребята пробовали, ну, до 100 метров вообще отлично, то есть все понравилось там просто идеально, да, и Бабер там, и Кабайчика, ну, такого, подсвинка, как бы, ну, нет, в принципе, пуля симпатичная, пуля бюджетная, опять-таки, ну, опять-таки, калибр сороковой, он поинтереснее, чем девятка, вот. В общем, про пули ППУ много тут и не расскажешь, да, они тут даже свои АБК не вывешивают, никому не рассказывают военные тайны. В общем, бюджетная оболочка от ППУ, да, то есть, оболочка Томпак, кстати, если кого-то интересует, не магнитная. Сейчас вам скажу, какая длина у этой пули, 15,9 миллиметра длина. Сейчас мы проведем контрольное взвешивание. У пульта ППУ мне особенно нравится делать контрольное взвешивание. Первая. 169,5 грейн. Вторая. 169,2 грейн. Третья. 169,2 грейн. Четвертая. Ай, 168,4 грейн. А я уже думаю, нифига, если и пятая такая же будет. Пятая. 169,2 грейн. Ну, в принципе, ребят, да, то есть у нас... Ну, давайте в шестую взвесим. Вдруг она будет на 169,2 грейн. Блин, вообще 170, короче. Вот. Мне почему не нравится взвешивать пули ППУ, потому что они такие непредсказуемые. Вот. То есть, если там у других производителей ты пулю в одну взвесил, там, понятно, там, 0,1, 0,2 грейна, там, ну, да. То ППУ вот три бьют в точку, а четвертая сразу на один грейн улетает. Поэтому, да, так это... Ну, это пистолетное поле, да, здесь не требуется, так скажем, какая-то уникальная точность, да, если уж она и требуется, присутствует, да. Ну, это уже там для спортивных полей, у той же Сьеры. Ну, так Сьеры и будет стоить в два раза дороже, да, чем ППУ-шка в том же калибре. Вот как-то так, друзья мои. Спасибо вам большое за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Хороших вам охот. Удачных точных стрельб. Берегите себя, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok